В российском сегменте ютуба, кроме тебя, там все остальные падальщики. Старкрафт, эпоха империи, Варкрафт, там какой-нибудь, не знаю, Крашкин и Дестрои, Total Annihilation. И можно считать, что это четвертая неофициальная часть Бревлэнда. Кликбейт. Итак, мы продолжаем бродить по шоу-кейсу DevGun 2018 в Москве. Сегодня уже второй день. Вчера вот нас заинтриговал Михаил, что у него есть еще и мобильная игра, которую он будет показывать. И сейчас мы узнаем, что это за игра. Привет еще раз, Михаил. Привет. Ну, это не только мобильная, это и ПК игра. Игра эта супер-мега-крутая. А ближайшая к ней игра это Shadowmatic. Это наш единственный конкурент. И игра основана на мощном физическом движке, который мы написали внутри Юнити. И мы очень старались, когда ее делали. И вот можно посмотреть на трейлере, как там все прикольно. Ну и в сочетании физики и графики и интересного геймплея, я думаю, что должно заинтересовать кого-нибудь. Ну, то есть в этой игре, вот я как понимаю, кроме того, что нужно собирать пазлы, есть еще и задачи, например, собрать пирамидку, уравнять весы. Еще что-то планируется. Еще катапульта, да. Катапульта, которую можно Лего Мэна взбивать. То есть в отличие от того же Shadowmatic, здесь не только, так сказать, стандартный пазл, но еще и физическая, если можно так сказать, головоломка. Или игра даже, так сказать, на ловкость ваших рук или пальцев, несмотря на чем вы будете играть. Когда планируется релиз? Мы уже практически готовы. Я думаю, что нам нужно максимум месяц для того, чтобы выпустить бета-версию, в которой уже можно спокойно играть и которую мы будем уже доделывать постепенно. Как будет распространяться? Условно, бесплатно, бесплатно? На стиме платно, на мобилках условно-бесплатно. Условно-бесплатная модель будет заключаться в покупке, ну, продолжении уровня? Да, продолжение игры, конечно же. Рекламы не будет, да? Реклама, не знаю. Мы будем выпускаться, скорее всего, я надеюсь, с издателем. И такие вопросы нужно обсуждать с издателем, потому что они имеют большой опыт в этом, а это наша первая игра, и мы опыта не имеем. Поэтому мы ориентируемся на опытных товарищей. Я, в общем-то, попробовал уже поиграть в эту игрушку. Мне она показалась как минимум любопытной, а как максимум очень интересной. Будем ждать релиз, дождемся ее на андроиде и посмотрим, как будет выглядеть конечный продукт. Спасибо. Находясь на Дэвгаме, я нашел знакомое лицо. Это Азамат, вот он стоит. Пока он еще не подозревает, что я к нему подойду. Но вы его знаете по таким играм, как Гандан и Пиздеф. У него новая игра, которая называется Дроучили. Но опять у него интересный нейминг игр, конечно. Сейчас мы посмотрим и узнаем, про что же эта игра. Так, мы идем, пролазим, через всех-всех расталкиваем. Добрый день, Азамат. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня узнали? Геймплэн. Да, вот мы наконец-то и встретились. Как же тебе фамилия-то твоя? Вот написано. А, да, Аксенов, да. Геймплэн. Я рекомендую всем, когда спрашивают, где продвинуть игру. Я говорю, геймплэн, господи. Я вчера встретил разработчиков, как игра, Овиво или Овиво. Вот, они, короче, сказали, что, типа, ты рекомендуешь. Рекомендую, им тоже рекомендовал. Типа, игры взлетают, когда у меня реклама. Да, именно так и рекомендую. Кроме тебя, как бы, больше некому. В российском сегменте ютуба, кроме тебя, там, все остальные падальщики. Они видят твои обзоры и потом пишут людям и предлагают делать обзоры. Я у одного спрашивал, говорю, а зачем ты мне пишешь, что у меня, говорю, на геймплэне обзор. Ну, просто, да, действительно. Я говорю, все, пока. Так мы с ним раздавали. Вот такие вот, такое вот интересное закулисье мы узнаем о том, как себя ведут другие люди, которые... Или как себя ведут падальщики. Падальщики. Назовем их теперь так. Вчера мы их называли по-другому просто. Ну, не на камеру, да? Ну, да. Мы более прилично их называли. В общем, расскажи про свою новую игру. Я уже сказал, как она называется. Draw Chili. Это игра Draw Chili. Почти что чистая аркада с элементами стратегии непрямого управления и, возможно, с элементами рогалика. Игра в разработке, поэтому пока не очень ясно. Ясно, что это точно аркада. А что там дальше? Ну, а наш в разработке. И, собственно, у меня вот шоу-кейс. Какие платформы будут? Абсолютно те же самые, что были с Peace Death. Сначала Steam. Мы там все протестируем, выпустим какие-то обновления. Затем уже, когда люди будут просить, надеюсь, надеюсь, они будут просить, выпустим на iOS и на Android. В общем, дорогие друзья, любители мобильных игр, игра с этим прикольным названием, которым вы, наверное, каждый день занимаетесь, выйдет. Выйдет на мобилах, и вы будете в нее, собственно, вот это делать. Игра, собственно, оправдывает свое название? Да, но нужно страницу в Steam открыть, чтобы люди вообще понимали, как там, почему она так называется. Потому что, оказывается, не все знают, что слово draw переводится не только как рисовать. Но это же игра слов. Draw Chili — это рисуй Chili, перец Chili. Или, если не дословно, вытягивай осторожно, аккуратно. И вся игра происходит в снегах, в чиле прохлада. То есть здесь множество игры слов получается. Но сама фраза смысл имеет, поэтому... Ну, в общем, мы, как видим, Азамат всегда заморачивается не только над названием, но и вообще... Над смыслом. У него, да, много заморочек, о которых обычный геймер даже не подумает. Да. Наш российский геймер не будет думать о том, как эта игра переводится, на самом деле. Это понятно. Кликбейт. Кликбейт на этом уровне. В общем, большое спасибо. Было интересно узнать о новой игре. Будем ждать ее выхода. Было приятно тебя увидеть вживую, наконец. Будем ждать от себя новых писем и рекомендаций другим разработчикам. Спасибо. Итак, нашла тут довольно интересную игру. Это пошаговая стратегия. Давайте подойдем и узнаем, будет ли она на мобилках, как она называется и про что она вообще. Добрый день. Добрый день. С кем можно поговорить по поводу игры? Я автор канала про мобильные игры. Хотел бы вот поинтересоваться про вашу игру. Расскажите, как она называется. Сейчас скажу. Меня зовут Сергей. Игра называется Beast Battle 2. Я ее сделал на короне и ориентируюсь на ту аудиторию, которая любит Герой Меча и Магии серию. У нас в России раньше она была популярна. И Kings Bounty. Игра у меня выглядит довольно казуальненько. Как раз она на мобилках очень хорошо должна пойти. Под это все заточено. Но сейчас она вышла в стиме. Я решил сначала попробовать там, посмотреть фидбэки. И игра постоянно развивается, улучшается. То есть уже можно игру даже попробовать. Уже можно попробовать в стиме. Она на Windows и на Mac уже доступна. В мобилках я планирую сделать где-то месяца через 3-6. Могу объяснить, почему я так поступил. Давайте. Интересно. Если я выпускаю игру на мобилках, а потом ее в стиме, в стиме ее сразу аудитория хейтит, потому что это мобильная игра, а там аудитория хардкорная. И они не любят порты из мобилок в стим. Поэтому я решил сначала выпустить в стиме, собрать какие-то части денег, а потом уже фри-то-плейную модель, скорее всего, это будет на мобилках. В общем, интересная информация, если когда-то будем делать игры. Обязательно это учтем. Типа сделаем сначала ПК-игру, а потом уже мобильную. Ну вот я во много какие игры играл, и немножко мне игра напоминает Brave Land. Да, на самом деле я ориентировался на игру Brave Land. Я лично знаком с разработчиками, и можно считать, что это четвертая неофициальная часть Brave Land. Тут даже есть пасхалка и один персонаж из Brave Land, которого можно по сюжету встретить. Я проиграл все три части и решил в свою игру добавить намного больше интересных фишек, то есть в мелочах сделать лучше, чем Brave Land. То есть здесь есть и подземелья, которых не было в Brave Land, здесь персонажи, юниты набирают опыт по мере битв своих, и их можно прокачивать, как в Герои Меча и Магии 3, там 5. Также есть сайд-квесты, даже есть какие-то нелинейные побочные артефакты, и все в этом духе. Ну и визуально, концептуально постарался в мелочах сделать лучше, то есть там и урон отображается при наведении, и каждый юнит обладает своими свойствами. У него появляются какие-то обилки, и это не просто скины, а реально механика меняется, и можно делать комбо с заклинаниями, и все в этом духе. Ну в общем, фидбэки положительные уже в Steam, и кто любит героя, им игра нравится. Ну еще вот один вопрос, наверное, который всех волнует. По какой модели будет распространяться игра на мобильных устройствах? Да, будет фри-то-плей, но скорее всего просто игра будет бесплатная с рекламой, и там будет только возможность заплатить небольшую денежку, чтобы отключить рекламу, и все. Вообще, изначально игра под премиум сделалась в модели, не под фри-то-плей. И фри-то-плей я не буду внедрять, потому что очень много ресурсов на это надо потратить, и времени. Вот так вот. Большое спасибо. В общем, стратегия, это нам говорит о том, что она будет сбалансирована, и донат никак не повлияет, соответственно, на ваше прохождение. Все будет зависеть только от вас. Спасибо. Спасибо огромное вам. Добрый день. Здравствуйте. Можешь с вами поговорить по поводу вашей игры? Да, конечно. Я ютуб-блогер, у меня популярный канал про мобильные игры, ваша игра, как вижу, мобильная, и хотел бы узнать о ней подробнее, как она называется, о чем она. Игра называется Tower Rush. Смысл, чтобы разбить башню другого соперника. Вот, у нас есть несколько фракций, то есть это сквиплы и скворки. Планируется также завезти скьюэти и сквамазонок. Вот, каждый имеет свои особенности, ну, по скиллу, их можно также апгрейдить. Особенность нашей игры в том, что в режиме реального времени, в PvP, мы можем этими же юнитами и управлять. То есть нажимаем тап по экрану, и юнит прыгает. То есть, ну, случается наша команда. То есть, вот, обычно стенка на стенку, только тапаешь, они сами бегут, а у вас, то есть, есть возможность, например, отступить, наступить. Есть возможность захватывать вышки. Сейчас здесь будет бы вышка посередине. С помощью захваток вышек, ну, как в доте, допустим, ставим туда лучника, он как бы, ну, там, отстреливается. То есть, это уже, ну, не автобой. Мы, ну, прям, реально уже управляем своей командой. Вот. В принципе, игра быстрая. Ну, время сессии планируем три минуты. Примерно вот так вот. Ну, опять же, рейтинги, кланы, это все тоже присутствует. Я когда подошел, подумал, что это типичная стенка на стенку, но это казалось не совсем так, оказалось все куда интереснее, потому что игроку дают большую свободу, чем мы это привыкли видеть. Мы можем управлять юнитами, мы можем захватывать вышки, и, соответственно, это будет разнообразить геймплей и влиять на тактику, и, соответственно, вызывать интерес у игроков. Ну, а так как игра, как я понимаю, в основном заточена именно на PvP, то есть, компания будет, не будет. Да, есть первый сезон, он уже, в принципе, готово нарисован, а мы нашими сквете, атакую морков, они забрали наш идол в пещеру, нужно, как бы, его освободить. В общем, еще один вопрос, когда релиз, на какие платформы? А, платформы Android, iOS и Steam планируем сделать, также ПК-версию, релиз 2-3 месяца. Думаю, осенью нарвызят, да? Да, осенью уже выйдет, это 100%. Большое спасибо, будем ждать релиза, удачи вам. Спасибо. Добрый день, можно вас отвлечь? Да, пожалуйста. Спасибо, удачи. Я представляю YouTube-канал Gameplan, посвященный обзору мобильных игр, может быть, знаете, слышали. Вы знаете, я не очень, у меня, к сожалению, нет времени смотреть YouTube, я очень хочу, но у меня нет времени, сами понимаете, разработка, там, и играть надо в это тоже. Ну, в общем, ничего страшного, у вас... Ну, обязательно, как бы, если вы меня покажете, я зайду, конечно же, и посмотрю. Обязательно, да. А, в общем, для чего мы подошли, чтобы узнать, что у вас за игра, как я вижу, она мобильная? Все верно, вы правильно заметили, она только для мобильных платформ, а я с Android. В общем, эксклюзивчик, они как обычно, обычно все выпускают и в Steam, и на консоли, и на Switch. А вот ребята сделали чисто под мобилы. В общем, как вы любите, расскажите нам, что это за стратегия. Мы вдохновлялись классическими реал-тайм стратегиями, то есть StarCraft, эпоха Империи, WarCraft, там, какой-нибудь, не знаю, CrashKill and Destroy, Total Annihilation. То есть, по сути, это вот стратегия, реал-тайм стратегия, с историческим базой, с историческим казарм, наймом, в этой казарме юнитов. Просто адаптированная под мобайл, с короткой игровой сессией, с вертикальной ориентацией экрана. То есть, по сути, мы делаем карманную реал-тайм стратегию. Может быть, кто-то сейчас поиграет, пока мы разговариваем. Да, давайте поиграем, ребят. Ребят, кто-нибудь... Нажми Стар, Стар, нажми, нажми Стар, вот так. Супер. Соответственно, начинаем все, да, у нас здание. Строим здание, которое добывают золото. Сейчас они достроятся насчет производителя. То есть, немножко похоже на Clash Royale, но тут есть Туман Войны. Да, конечно, похоже на Clash Royale, потому что, ну, как бы, взаимодействие с интерфейсом взято оттуда. Вот я уже вижу, что Туман Войны есть, это небольшой интерьер. Да, потому что нет микроконтроля, то есть, мы не хотели уходить совсем в корейский StarCraft, нет микроконтроля. Соответственно, ты строишь юнита, построим Голубя, Голубь у нас разведчик. Голубь летит, разведывает территорию, показывая, где находится здание противника. Соответственно, мы видим, что у него здесь есть баррикады, значит, нам нужно построить казарму где-нибудь сбоку, чтобы юниты, которые появляются, не упирались о казарму, а обходили сразу уничтожать стратегически важные здания для противника. То есть, тут не совсем, как бы, вот карточная, как Clash Royale. Это вообще не карточная, в смысле у нас нет карточек. В общем, круто, ребята, это что-то новое. Ну, как бы, не новое, но... Да, все новое хорошо забытое стало. Да, не то, что мы привыкли видеть сейчас, а это вот именно такой олдскульчик, но казуаленный, сделанный под современные требования. Но я бы не назвал его казуальным, потому что, на самом деле, стратегия в игре очень глубока. На старте игрок разбирается с тем, какие есть типы юнитов, рейнджи, там, мили, летающие, АОЕ. Потом, соответственно, он пытается понять, с какими юнитами лучше комбятся, да, например, там, хорошо там делать танка и саппортам давать там пару, допустим, рейнджей, чтобы они отстреливали юнитов, которые его дамажат. На следующем этапе игрок разбирается с, по сути, архитектурой карты, где удобно строить здания так, чтобы юниты появлялись в нужном порядке, потому что танк строится в одной казарме, а рейнджовый в другой. На следующем этапе игрок разбирается с тем, как равнопользуется разведкой, чтобы понимать, где находятся там стратегически важные здания противника. И завершающий этап – это уже прямо когда квинтэссенция, когда игрок на уровне билд-ордеров все это оптимизирует. То есть он понимает наиболее оптимальные билд-ордеры, да, в каком порядке строить здания, чтобы добиваться максимального эффекта. Под казуальным я имел в виду то, что это все-таки мобилка, игровые сессии тут длинными не будут. Ну, обычно просто подказали мне немножко другое, ну да, да, это короткие игровые сессии, то есть я думал, что сейчас 2 минуты прошло, и я думаю, что мне нужно еще примерно 2 минуты, чтобы выиграть его. Ну и в общем тут, как и во всех современных играх, будут кланы. Да, кланы, турниры, все правильно. То есть у нас есть задел на киберспорт, мы обязательно хотим. А вот касаемо вот, надо тут какие-то карточки, лутбоксы покупать? У нас будет монетизация, она будет построена на... это сделано так. Игрок раз в 3-4 часа, мы пока не определимся, получает мешочек, он может его открыть. Из мешочка попадают жетончики. Жетончики игрок вкладывает в прокачку, соответственно, фракций. В домики, в юниты, после каждого уложенного жетончика домик или юнит становится чуточку сильнее, изменяются какие-то параметры. Черт, я проиграл. Вы меня отвлекаете. Ну то есть на баланс это не сильно, да, будет отторожать? Это будет компенсировать со матчмейкингом. То есть все игроки плюс-минус будут развиваться одинаково. Если игрок внезапно пришел, задонатил, ну типа окей, он типа пару-тройку боев может быть и выиграет. Но потом просто матчмейкинг его поставит на место, он будет играть с такими же игроками, равными ему пассивом. В предыдущем этапе в Endrate у нас по нашему собственному ощущению 50%, то есть примерно в 50% выигрываешь, проигрываешь. По крайней мере выигрываешь против бота. И мы как бы планируем, чтобы примерно так и было. В смысле, очень не хочется давать игрокам реально преимущество за счет денег, потому что, ну то есть как минимум мы потеряем аудиторию из-за этого. В общем, последний вопрос, который всех интересует, когда релиз? Если все пройдет удачно, то первый квартал следующего года. То есть ждать нам еще довольно долго. 8 месяцев, я закладываю с текущего момента 8 месяцев на то, чтобы завершить разработку. Но я думаю, игра стоит того, чтобы ее дождаться. На самом деле мы уже буквально со дня на день планируем это выкладывать в Store, просто эта версия пока еще с очень ограниченным функционалом. То есть тут нет никакой монетизации, вы просто можете поиграть, посмотреть механики, пощупать геймплей, как это вообще, интересно, не интересно, нравится, не нравится. Соответственно, через 8 месяцев, когда у нас будет больше контента, больше возможностей, клана, турниры, можно уже полноценно играть. Большое спасибо, было интересно, если что, приглашайте на тестирование, попробуем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Идея в том, что ресурсы земли закончились, вам пришлось искать новую планету. Вы ее нашли, проблема в том, что местные жители не стали с вами договариваться, идти на контакт, и сразу началась война. И получается, основная проблема в том, что либо вы отвоевываете эту планету, чтобы спасти своих землян, либо вы в какой-то момент переходите на сторону этих маленьких человечков и пытаетесь защитить их от геноцида другой расы и оккупантов, вас главного героя, который будет потом сидеть в целом шагоходе. Был брат, который пожертвовал собой, чтобы ваши союзники смогли отойти и спастись. На какие платформы ваша игра ожидается, ее выход? Она будет и на PC на мобильных платформах, на Android уже как-то что-то сделано. Вот вы с Android играете. На iOS еще нет, но планируется. И на PC она будет продаваться в Steam за какие-то небольшие деньги, примерно 5 баксов. А по датам релиза что? На самом деле мы уже в Steam прошли. Можно сейчас заходить, добавлять себе игрушечку в желаемое, но релиз будет где-то в конце лета. Может, в начале сентября. И на мобильных платформах тоже в это же время? Чуть-чуть попозже, но примерно тоже в начале осени. В общем, поиграл я немножко в данную игрушку. Она довольно любопытная получилась. Мы здесь управляем каждой ногой этого меха по отдельности. Мы можем давить этих туземцев, можем трясти головой, если это можно так назвать, для того, чтобы сбрасывать их с себя и не давать им разрушить себя. Можем использовать различные пулеметы, но пулеметы перегреваются, поэтому использовать их бесконечно у вас не получится. Игра довольно любопытная. Будем ждать ее релиза. Надеюсь, к этому времени будут исправлены различные баги, недочеты. Будет как-то немножко улучшен геймплей. Потому что сейчас есть некоторые нюансы, которые не совсем удобно реализованы на тач-экранах. Но, думаю, времени разработчикам хватит, и игра предстанет перед нами в лучшем виде. Спасибо. Добрый день. Можно узнать о вашей игре, как она называется, о чем она и на какие платформы планируется релиз? Здрасте. У нас игра называется Marvix Tournament. Название есть. У нас игрушка делается на Android, на iOS и, возможно, VR. Мы пробуем разные варианты, сейчас прикидываем, насколько это... Ну, я как раз представляю канал про мобильные игры, и, то есть, ваша игра прям максимально подходит под мою аудиторию. Им как раз будет интересно о ней узнать. Это гоночная аркада, у нас стиль Sky-Fi, у нас очень динамичная игра, где есть много оружия, различные способности у машин и динамичный геймплей. Нужно прийти первым, пройти трассы различные, планеты, ну, как рейтинг и возможность с ареной. Давайте чуть-чуть поиграем, и, может, что-нибудь на ходу вы расскажете. Вот у нас четыре машины есть, они сделаны, каждая уникальная, у каждой свои способности, свое оружие и свои спецскиллы. Вот, ну, для примера, вот эта машина у нас ракетами стреляет, и вблизи может стрелять электричеством. Давайте возьмем ее, проедем круг. У нас разные планеты можно проходить, у них разный стиль. Есть персонажи, они там реплики говорят разные. А касаемо управления, оно на акселерометр заточено или будет кнопочное? Пока у нас гироскоп, но мы в любом случае сделаем опции разные для разных вариантов, потому что это необходимо в любом случае, чтобы каждым людям, каждому было удобно. Сейчас, я как понимаю, у вас ранняя версия. Да, у нас пока здесь есть билд на ранний доступ на Google Play, можно скачать ее. Он для всех открыт или надо проходить регистрацию? Нет, это полностью открытое тестирование. Любой может зайти, скачать, поиграть, ставить отзыв. Игра называется Marvex Tournament. Кому интересно, можете погуглить, найти и заценить сами. Когда вообще планируется окончательный релиз? Ну, я думаю, мы будем очень сильно стараться до конца лета сделать ее полностью. Включая и iOS-платформу тоже. Android и iOS. Большое спасибо. Было интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА